Туристы потерялись 17 августа. В 19.26 им удалось дозвониться в службу спасения. Потерявшиеся рассказали, что спускались на байдарках от Спас-Клепиков до Диулина, но после того, как их лодка села на мель, отстали от своей группы, промокли и не знают, где в данный момент находятся. На поиски байдарочников отправились оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона, полицейские, сотрудники Центральной спасательной станции на воде Рязани и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС, представители администрации Рязанского и Клепиковского районов и волонтеры Лизы Алерт. Специалисты направления лесно-связи поисково-спасательного отрада Лизы Алерт смогли определить координаты предположительного нахождения потерявшихся и передали их сотрудникам МЧС. Надо сказать, что случай с потерявшимися байдарочниками нетипичный. Обычно приходится искать тех, кто потерялся во время сбора ягод и грибов. Поделился с нами координатор отряда Лизы Алерт Рязань Артем Фатеев. На этот раз спасательная операция проходила не просто в лесу в темное время суток, но еще и вблизи водоема, что значительно осложнило задачу спасателям. Поиск вблизи водоема осложняется тем, что чаще всего эта местность становится более труднодоступной. Вот в данном случае, как на реке Пра, то есть к самой речке просто так не подъехать. То есть берега могут быть заболоченные, заброшенные. Соответственно, поиск с воды производить сложнее. То есть для этого нужны специальные технические средства. Зону поиска спасатели разбили на несколько участков. Обследовали берег Пры от спасклейбиков до Диулина. К счастью, поиски завершились благополучно. И почти в 2 часа ночи потерявшиеся туристы были найдены. Фатеев Артем рассказал, что именно специалист нового направления поиска лес на связи передал наиболее точную информацию о местонахождении пропавших. Первое правило, которое должны люди соблюдать, уходя в лес, это обязательно иметь с собой заряженный телефон. То есть несмотря на то, что, казалось бы, зачем он там нужен, все равно не дозвониться. Тем не менее, шанс дозвониться есть. Уникальность специалистов лес на связи состоит в том, чтобы за максимально короткое время, не посадив батарейку звонящему, звонящему выяснить у него действительно нужные детали и подробности, чтобы навести спасателей и поисковые отряды на место своего нахождения. По данным регионального МЧС, с начала 2019 года на контроле спасателей находились в поиске 62 человек, которые потерялись в лесах Рязанской области. По словам координатора, отправляясь в лес, необходимо соблюдать некоторые правила. Во-первых, наденьте яркую одежду, чтобы вас было легче найти, а еще лучше жилетку со светоотражающими элементами. Важно взять с собой теплую одежду, ведь, скорее всего, искать вас будут уже ночью. Второе, что необходимо знать, если вы потерялись, остановитесь, не пытайтесь выбраться самостоятельно. Попробуйте дозвониться до службы спасения по номеру 112, после чего наберите номер горячей линии Лиза Алерт 8 800 754 52. Вас свяжут с оперативным дежурным направлением лес на связи. Эксперты также советуют положить рюкзак-свисток в темном холодном лесу. Без еды и воды силы покинут вас быстро, и звать на помощь вы уже не сможете. И главное, обязательно предупредите родственников, куда вы идете и во сколько должны вернуться. В сезон сбора грибов и ягод количество потерявшихся увеличивается в разы. Эти несложные правила спасут вам жизнь. Анна Малистова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...